Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу о The Elder Scrolls Online. К сожалению, демонстрировать видео я не могу, потому что, во-первых, игра находится на закрытом бета-тестировании, во-вторых, запрещено какое-либо распространение информации геймплейной, ну и, в-третьих, за это банят, во-первых, аккаунт на ютубе, во-вторых, банят по эпичнику допуск к игре, насколько я знаю. Давайте-ка начнем с самого интересного. Начнем, пожалуй, с квестов. Квесты там действительно интересные, озвучены в духе The Elder... Ой, господи иисусе, а? Озвучены в стиле свитра, то есть Star Wars The Elder Republic. Там нету такого колесика выбора, то есть все стандартно, все более-менее похоже на Скайрим. Если же я уже заговорил о Скайрим, то квесты отличаются раскрытием лора, лора игры. Да, там действительно огромные локации, и они узнаваемы, несмотря на то, что там события The Elder Scrolls Online происходят за 2000 лет, до событий Скайрима, по-моему, то есть еще не сформированная империя. Квесты мне понравились тем, что они, во-первых, передают историю, для тех, кто не в курсе, завязка The Elder Scrolls Online состоит на том, что мы попадаем на план Обливиона, дейдридского лорда Молога Бала, который проводил там свои нечеловеческие эксперименты с остальными жителями Сиродила, ну и остальных земель этого мира. Расы. Давайте поговорим о расах. Расы сохранились все те, что были в The Elder Scrolls. Скайрим, также Обливион, Моровинд и все остальные, кроме имперцев, потому что империя еще не была, ну как бы, основана. Но сейчас, вот это буквально на днях, вчера, по-моему, вышел пак на заказы, то есть на предзаказы игры. И в первом вам дают возможность просто поиграть на 5 дней раньше, по-моему, и какие-то плюшечки, а в особенном паке, я просто не помню, как они называются, если вам интересно, я вставлю скриншоты. Во втором вы получаете дополнительно расу имперцев, плюс броня будет стилизована под именно имперцев, потом возможность Пета, Грязи Краба и Кольцо Мары, по-моему, которое будет ускорять нарост опыта вашего персонажа. Продвинутый редактор персонажей разрешает нам создать своего действительно уникального персонажа. Огромное количество всяких плюшек, шрамов, видов глаз, волос, типа лица, типа фигуры, там масса-масса-масса всего намного больше, чем с Кариной. После создания нашего персонажа нам разрешают выбрать класс. Это воин, то есть драконий, драконий лицарь, потом это клерик, потом ночной клинок и обычный маг. После создания нашего персонажа, после выбора нашего класса нам разрешают вступить в великолепный мир Zelda Scrolls Online. Мы попадаем в первую локацию. Первая локация, откуда нам нужно сбежать, это план Обливиона. Про это я особо рассказывать не буду, потому что, ну, как бы начальная локация, ничего особого и... сами знаете. После же попадания в открытый мир, игра вываливает на нас кучу... ну, пока что, по крайней мере. Кучу достоинств и кучу недостатков. Ну, во-первых, о первом достоинстве, хотелось бы сказать, это графика. Графика там действительно хороша. Ну, по меркам Скайрима, она нормальная. Ну, и тут же, первый же недостаток, это фризы. Я пробовал играть на нескольких компьютерах, в том числе и на более сильных от моего, но, тем не менее, вот проблемы с проседанием FPS, с теми же фризами, с вылетами игры, да, такое и есть. Это, все, знаете, как-то раздражает. Я понимаю, что это ЗБТ, все-таки, и это они устранят, но, тем не менее, пока говорю о том, что есть. Боевая система у нас сохранилась Скайримская, то есть, это система No Target, у нас посередине прицельчик, который вы, по которому вы лупите правой-левой кнопкой мыши, в зависимости от того, какое у вас оружие. Вы по-прежнему можете защищаться щитом, но он не блокирует полностью весь урон, а останавливает лишь часть его, ну, то есть, как это было в Скайриме, естественно. Лук. Лук это довольно имбовое оружие, по крайней мере, пока что, потому что самонаводящиеся стрелы, это как-то не по-скайримски. Даже выбивается из той грани родеплея и реализма, который был в Скайриме, действительно. Плюс, стрелы еще бесконечные, то есть, вы в секунду выпускаете две стрелы, и лупить, помимо этого, по КД скиллами, которые оглушают, это имба, на самом деле. Вы по-прежнему, как и в Скайриме, можете использовать любое оружие. То есть, пускай вы выбрали класс того же Найт Блейда, Ночного Клинка, вы можете взять магический посох и шарашить магией. Естественно, у вас не будет возможности изучать скиллы мага, которые по КД можно долбать в быстрых слотах, но, тем не менее, вы можете пользоваться любым оружием и носить любую броню. Система прокачки сохранилась Скайримская, то есть, тем, чем вы пользуетесь, то, что вы используете, то у вас и качается. Все просто. Также система стелса сохранилась. Вы прожимаете Ctrl и входите в такой относительный инвиз. Но я бы вам сразу посоветовал, что те истории, которые разукрашивают разработчики, это все не совсем так. То есть, они не смогли, как бы это сказать, органично влить в мир свитков огромную массу народа. То есть, ладно, когда вы в Скайриме, в Морвинде или Обливионе бегали в одиночку, там, ну, герой всего мира, ля-ля-та-паля, и спасали деревни, там, допустим, как это было в Обливионе, закрывали врата. Это, знаете ли, такое. То есть, мобов убивают по точке ЭСПА, и это все может превратиться со временем в такую, знаете, дешевую корейскую гриндерку. Причем, еще один очень-очень плохой момент в этом всем, это абонентская плата. Я хочу вернуться к тем пакам, пакам предзаказа игры, которые есть на сегодняшний день. Да, вы получите и там, и там на 5 дней ранний доступ, на 5 дней раньше, и определенные бонусы там. Ну, это, знаете ли, такое. Относительно, если хочешь играть, то будешь играть в любом случае. Абонентская плата по 15 долларов в месяц. То есть, допустим, некоторые люди, некоторые фанаты могут себе это позволить, но в основном никуда фанаты открытых, то есть, бесплатных мод не денутся. И я думаю, такая же судьба ждет Zelda Scrolls Online. Помните, какая была шумиха по поводу того, что вышел свитер? Что-то я... Так вот, когда вышел свитер, все начали искать пути, возможности как бы-то поиграть, как бы-то попробовать. В итоге, не прошло, по-моему, и года, и отказались они от подписки. Почему? Потому, что это все закончилось для них чревато. На самом деле, люди перестают играть, стремительно перестают играть в такие вот подписочные игры. Да, я не говорю, что Warcraft загнется, хотя он уже загибается по этому поводу, но тем не менее, все игры, которые были выпущены до 2011 года, я имею в виду, но они еще как-то сейчас окупаются. Ну, то есть, таким образом. А вот игрушки, которые выпускаются после, я имею в виду, подписочные варианты, они либо закрылись, либо перешли на фри-то-плей. То есть, я думаю, такая же судьба ждет и The Elder Scrolls Online. Поговорим больше о мире. Если кто не знает, мы боремся, точнее, каждая из фракций, фракций есть в игре три, каждая из фракций борется со центральную провинцию Сиродил. На выбор представлено три фракции, это Даггерфольдский Ковенант, это Альдмирский Доминион и Пакт Эбонхерт. В Альдмирский Доминион входит, так вот, прошу прощения, в Даггерфольдский Ковенант у нас входят Бретонцы, Аргарды и Орки. В Альдмирский Доминион у нас входят Высокие Эльфы, Лесные Эльфы и Каджиты. Ну и в Пакт Эбонхерт входят Норды, Темные Эльфы и Арганиани. То есть, вот такие вот разделения, как вы заметили, нам доступно 9 раз. Естественно, без Имперцев. Имперцы будут доступны, повторюсь, только тем, кто сделает предзаказ. Но, скорее всего, в игре их тоже можно будет докупить. Но это дело 10-ое на самом деле. И Имперцев можно будет определить за любой из выбранных вами фракций. То есть, он может быть как из-за Даггерфол, так из-за Эбонхерт, так из-за Альмерский Доминион. Многие задаются вопросом, так почему ты не снимешь видео и не выложишь его хотя бы ВКонтакт? Объясняю, потому что этот вопрос уже поступал и неоднократно. Потому что, ребята, на весь экран у вас натыкано везде вашего ника. Допустим, TheMarsProChannel и он по всему экрану. То есть, в любом случае, затереть все нельзя. В любом случае, вы где-то проколитесь. Даже если вы затрете, это там нифига не будет видно на экране. И потом, ну, банится, ребят. Зачем банить аккаунты по мылу, по айпишнику. К тому же, на YouTube это не выложишь, а ВКонтакте, ну, знаете ли, это дело такое. Просто, я вот отснял для себя небольшой материал, но это такое, я его выкладывать в любом случае не буду. Просто для себя, чтобы видеть, как оно было и как оно станет по выходу. То есть, моя позиция сохраняется, что эта игра не пройдет и полугода, она станет фри-то-плейной. Много примеров было. И когда я играл в Zelda Scrolls Online, да, мне все понравилось, кроме там имбы, реально, имбы. Мне все понравилось, это соответствует лору того мира, это все интересно и увлекательно. Что-то новое, действительно, в игровой индустрии, ну, по крайней мере, мимо. Но, я не увидел чего-то там сверх выдающегося, поэтому, ну, особо долго они, я думаю, на подписке не просуществуют. Это, мое мнение, оно субъективно. Если оно разбегается с вашим или чьи-либо еще, это не моя проблема, это моя точка зрения. Что ж, мой обзор по Zelda Skrulls Online, точнее, по бете, по впечатлениям, даже это можно назвать впечатлением от Zelda Skrulls Online. Я считаю законченным, когда будет новая информация, я постараюсь ее до вас донести. Что ж, с вами был Марс, всем спасибо, всем пока, до новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok